В Гачинском районе Ленобласти мужчина открыл огонь по полицейским. Житель города Комунар угрожал ножом соседу, а когда на вызов приехали силовики, встретил их с ружьем и начал стрелять. Могут дверь зарывать, да. Вот сейчас. О, стучат. Стучат. Стучат, они стреляют. Кувалдой по этой самой... А может кувалдой, да. Вроде захват пошел, да. Никто не пострадал, стрелка обезвредили и завели уголовное дело. Еще один эпизод произошел у петербургской станции метро проспект Большевиков. Там мужчина стал стрелять из аэрозольного пистолета. После задержания он заявил, что оборонялся от неизвестного ему человека. Российские военные снова обстреляли территорию Украины. И снова удары пришлись пожилым районам. В Запорожской области погибла женщина и ранен мужчина. Пострадали дома в семи населенных пунктах. Всего за сутки российская армия обстреляла около ста городов и поселков Украины. Утром ракета прилетела в Славянск Донецкой области. Мэр города Вадим Лях сообщил, что никто не пострадал, но повреждены жилые дома. В Днепропетровской области обломками ракеты ранены 13 человек. В оккупированном геническе после удара ВСУ сгорел склад пророссийской полиции. В Бердянске произошел взрыв, а в Каховке Херсонской области, сообщают оккупационные чиновники, после удара погиб один человек. В сети появилось видео разрушенного работе на Запорожской области. Вернее, того, что от него осталось после боев за село. Там нет ни одного целого дома, нет и жителей. Люди либо погибли от обстрелов, либо уехали. По данным ВСУ, то, что осталось от населенного пункта, обстреливалось в том числе в прошедшие сутки. А в аннексированном Крыму сегодня сообщили о взрывах. Точной информации нет. Местные паблики пишут о вертолетах и самолетах Су-25, летящих в сторону Арабатской стрелки. Из-за угрозы ударов перекрыто движение по Крымскому мосту. Атаке подвергся и аэропорт Белгорода. На его территории упал и взорвался беспилотник. В аннексированном Севастополе на выходных открыли памятник морякам 30-й дивизии надводных кораблей, в том числе погибшим на крейсере «Москва». Тот самый русский военный корабль затонул два года назад. Казалось бы, он был гордостью российского флота, да, и о том, что надо чтить память военных. Чиновники говорят хором, но церемония прошла в закрытом режиме. Об этом написал в соцсетях отец одного из погибших на крейсере Дмитрий Шкребец. По его словам, на открытие они позвали многих родственников жертв, капитана судна и выживших членов экипажа. Те, кого все же позвали, получили приглашение за день до церемонии. Мужчина отметил, что мемориал находится на территории дивизии. Ни видео, ни фото памятника в сети нет. Крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года. Миноборона России заявляла, что причиной якобы стал пожар. В СУ сразу сообщили об ударе ракетами «Нептун». Российские власти долго говорили, что на крейсере погиб один человек и 27 пропало без вести. Дмитрий Шкребец сообщил, что на памятнике высечены имена 20 членов экипажа Москвы и одного моряка, который не служил на корабле. Минобороны сообщало о наличии одного погибшего и 27 пропавших без вести. Всего 28 человек. А это значит, что 8 членов экипажа крейсера до сих пор находятся в статусе пропавших без вести, отметил он. Считать погибших на крейсере приходится догадками спустя два года. Властям до их семей дела нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok